Привет! Хочешь такую же насадку на свой ЧПО-устанок? Тогда, пожалуйста, досмотри это видео до конца. Я поделюсь с тобой векторным файлом для самостоятельного изготовления такой же насадки, а также разыграю уже готовую насадку. Объясню тебе, как написать управляющую программу на основе векторного файла, а также полностью покажу процесс изготовления данной насадки, чтобы у тебя было как можно меньше вопросов. Хватит уже бездельничать. Погнали! На примере программы Artcam 2018 покажу, как создать управляющую программу. Выбираешь новая модель, задаешь ширину и высоту заготовки, выбираешь начальную точку фрезерования. Я выберу нижний левый угол. Далее нужно разместить вектора на заготовке. Переходишь во вкладку Vector, Import и выбираешь скачанный файл. Скорее всего, он будет у тебя находиться в папке загрузки. Разместить. Размещаешь на заготовке векторный файл. И для того, чтобы написать отдельные управляющие программы для внутренних и наружных векторов, необходимо разгруппировать их. Правой клавишей мыши кликаешь по заготовке, выбираешь разгруппировать все. Далее необходимо выбрать все внутренние вектора. Зажимаешь клавишу Shift. Движением сверху вниз и слева направо, выбираешь внутренние вектора. Переходишь во вкладку Траектория. Выбираешь вот этот пункт, 2D Траектория по профилю. Здесь нужно поставить пункт внутри. Конечную глубину фрезерования ставишь равную толщине твоей заготовки. У меня это 8 мм. Далее нужно задать инструмент. Выбираешь необходимый тебе инструмент из библиотеки, которая есть у тебя. У меня это компрессионная фреза 4 мм. Если в данной библиотеке нет инструмента, который тебе необходим, создаешь его. Я не буду подробно останавливаться на создании необходимого инструмента. На эту тему очень много видео на ютубе. Выбираем добавить перемычки. У меня уже стоит эта галочка. Мне хватит двух перемычек. Длина 5 мм. Толщина 2 мм. Теперь перемычки 2D. Добавляю. Выбираю толщину заготовки. Далее присваиваю имя управляющей программе. Вычислить сейчас. Чтобы убедиться в том, правильно ли мы создали управляющую программу, можно нажать вот эту клавишу. Это симуляция. И убедиться в том, что материал будет прорезан до конца и перемычки останутся. Теперь необходимо создать управляющую программу для наружного вектора. Точно так же зажимая клавишу Shift, выделяя наружные векторы. И не выходя из вот этой вкладки, выбираю пункт снаружи. Добавляю перемычки. Если вдруг кого-то не устраивает количество перемычек, либо их расположение, можно выбрать вот эту клавишу, изменить перемычки. И переместить их в необходимые места, а так же расширить, если это нужно. Меня вполне устраивает то, что создала программа, поэтому я не буду менять настройки. Изменяю название программы. Также убеждаюсь в том, что создал ее правильно. Далее нужно сохранить программу. Во вкладке «Траектория» выбираю одну из траекторий и нажимаю вот эту клавишу «Сохранить траектория». Поскольку для создания управляющей программы я пользовался одним инструментом, это компрессионная фреза 4 мм, можно два вот этих файла сохранить в одну управляющую программу. Таким вот образом перемещаю. Здесь задаю название управляющей программы. Выбираю формат файла. Для станка Savings Name это будет G-Code, миллиметры, таб. Нажимаю клавишу «Сохранить». У меня уже есть файл с таким названием. У вас такого окошка не будет. Нажимаю «Заменить». Данный файл находится в папке «File.art.com» в папке «CoolPass». Вот пылеудаление. Ну а теперь можно приступить к процессу фрезерования, предварительно разместив материал на заготовке. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Убираю все ненужные части из заготовок, выламывая перемычки. Перемычки срезаю стамеской, а отворца избавляюсь при помощи наждачки. Части из которых состоит насадка, скрепляю между собой при помощи клея ПВА и пневматического нейлера. Само собой, таким методом невозможно скрепить идеальные части между собой, и поэтому я выравниваю насадку при помощи ленточной шлифовальной машины. Посадку на шпинделе под патрубок пылеудаления также придется заработать. Для данной операции отлично подойдет недорогой лепестковый наждачный круг для дрели. Также придется подточить площадку подвижной части. Это необходимо для того, чтобы при перемещении по оси Z подвижная часть не задевала резьбовой винт. Теперь нужно прикрепить щетинок к подвижной части насадки. Делать я это буду проверенным уже мной способом при помощи цианокрилатного клея. Сразу хочу сказать, что моя насадка сделана аналогичным способом уже более трех месяцев без каких-либо проблем работы и щетина держится отлично. Крепить насадку на шпиндель я буду при помощи уголка и хомута. Если у вас есть другой вариант крепления насадки, напишите его в комментариях, возможно он кому-нибудь будет полезен. Стопором подвижной части будут выступать саморезы, прикрученные к основанию. На моей насадке эту роль выполняют гвоздики диаметром 2 мм, которые я вклеил на цианокрилатый клей. В качестве стопора можно было конечно использовать эту бортовку, которую изначально нужно было заложить в проект. Но я счел вполне уместным использование данного технического решения, с учетом того, что оно применялось мной ранее и никаких проблем на практике не доставило. Но для фиксации патрубка, на которую уже будет непосредственно крепиться сам шланг, я буду использовать все тот же старый добрый цианокрилатный клей. А сейчас я наглядно покажу, как быстро и легко крепится данная насадка к спинделю и как чисто она за собой играет. Ну что, смотрим? Субтитры создавал DimaTorzok Ну и ставь свой царский лайк, если хочешь, чтобы я научил тебя писать управляющие программы, которая будет выдавать такое качество к поверхности прямо из-под фрезы, чтобы меньше тратить времени на шлифовку. И на данной ноте видео подходит к концу. Ха, что, купился? Ладно, сейчас расскажу, как выиграть. Короче, ставишь лайк, подписываешься. Не могу тебе гарантировать, что я разыграю ее в прямом эфире, потому что у меня нет опыта ведения прямого эфира. И может быть я с чем-нибудь не разберусь. Но я обязательно сделаю запись и выложу ее на канал, чтобы было видно победителя. Насадку я отправлю с деком, либо почтой России. Это уже выберешь сам. Ну, естественно, да, естественно, за мой счет отправлю, не за твой. И большая просьба. Пожалуйста, принимай участие, если у тебя есть такой станок. Потому что, ну какой смысл выиграть эту насадку, если станка нет? Пусть выиграет тот, у кого он есть. Огромное тебе человеческое спасибо за то, что посмотрел. Я для тебя постарался. Надеюсь, что ты это оценишь. Все, удачи, пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok